доброе осеннее утро у нас пасмурная погода сегодня прям так ух ощущается холод листва чуть-чуть пожелтела но вообще-то у нас даже зимой может быть зелено вот так отправила команду в детский сад и в школу сегодня у меня по плану домашний день и я сделаю масочку для волос купила себе вот такую польскую биовакс ну пробую разное всякое когда-то у меня были их маски действительно классные здесь супра большой объем и польки их конечно боготворят можно сказать у многих они фаворита да что ж такое наконец-то достала такая большая баночка 250 миллилитров очень красиво я не знаю кто глиняной маски выглядит сногсшибательно но я рассчитываю на эффект после вчера целое утро я искала зарядку щетки это оклин я ее покупала где-то весной до сих пор очень довольна я уже и насадки нашла вот эти сменные они продаются отдельно но не суть короче я так разозлилась я перерыла все что у меня было зарядку не нашла психанула и купила новую она стоила около 10 долларов ну блин 10 долларов знаете туда-сюда и вот так вот насобирается целых сто и что вы думаете сегодня открываю шкафчик в который я заглядывала вчера ну раз наверное пять как минимум и что вы думаете зарядка вот так всегда когда ты задаешься целью что-то найти и прямо заморачиваешься начинаешь психовать ты никогда это не найдешь как только отпускаешь ситуацию но как отпускаешь я просто решила проблему по-другому заказала новую но зарядка нашла теперь у меня их две все кто писал что вот эта паста никакая я согласна не эффекта освежения нот как-то совсем не моё больше покупать не буду зато вот это от джейсон это огонь фреш так фреш я все-таки на ней остановлюсь там мой фаворит вот она дает максимальный эффект такой как мне нравится и поддерживает чистоту и белизну зубов я тебя не напугала нет не страшно значит все нормально раз собака меня узнает все окей вот эта масочка которая воспользовалась это одна из моих самых любимых очищающих при этом она не раздражает не пересушивает и не вызывает прыщей после и очень-очень большой формат и вот даже не помню когда я покупала ее но до сих пор не закончилась как видите поставлю стирку еще и можно будет идти завтракать а на завтрак угадайте что правильно яичница с томатами и с разными приправами в польше это называют шакшукой но как оказалось те кто знают что это на самом деле как это готовится делается по-другому она я обязательно попробую спасибо за все ваши советы я уже накрасила сейчас еду в город потому что мне нужно кое-что сделать то там такое зато поснимаю кое-что для вас я знаю что многие были в кракове что многие любят краков и в этом году так получилось что у нас очень очень мало туристов как в принципе и везде так по поводу масочки по сути дан волосы сами по себе стали такими как бы более тяжелыми в хорошем смысле этого слова на камере очень редко видно как блестят естественные светлые волосы от природы но я думаю что даже сейчас заметно что они как бы стали поздоровее также на упаковке написано что ее нужно использовать на протяжении нескольких дней от 3 до 5 для того чтобы заметить какой-то эффект поэтому я не говорю ей нет потому что ну вот какие то такие приятные по ощущениям волосики стали как-то никогда не заморачивалась темой волос никогда специально там не отращивала фанатичная не делала всякие там припарки только тогда когда после беременности после стресса они посыпались вот тогда было неприятно так у меня знаете ничего сверх естественного по уходу за волосами нет ну и деликатное шампунь и сейчас продолжаю пользоваться тем же сукин который как-то сукин сукин господи такое название всегда не знаешь как правильно поставить ударение и тут как тебе удобно да как выдала сукин правильно называется бренд уж простите по поводу ситуации в кракове я долго ничего не говорила на эту тему и так наверное понятно что везде там чуть лучше чуть хуже но сейчас мы находимся в красной зоне где-то с понедельника сегодня у нас среда и у нас снова входят некоторые ограничения пока что ничего не говорят поводу жесткого карантина что касается школы то изначально еще с 1 сентября нам сказали что они будут использовать такую методику которая называется банькова пузырчатая типа того то есть детей сразу разделили по классам и делают все возможное чтобы классы между собой не встречались и также например первый класс в одном коридоре с каким-то классом там второй третий в другом коридоре и так далее и также дети из садика не встречаются детьми со школы хотя эти здания находятся рядом друг с другом и получается что даже если какой-то класс попадает под карантин да всех отправляют на изоляцию родителей в том числе то другие классы спокойно могут посещать школу и буквально каждый день я получаю электронные письма со школы что заболел тот учитель заболел тот учитель но все как-то проходят эту болезнь в легкой форме то есть эта температура это в редких случаях воспаление легких но надо так надо поэтому мы как бы соблюдаем все правила но нас также каждую неделю предупреждают о том что возможно всю школу отправят на вынужденный карантин но ситуация такая знаете для первоклашек необычная потому что во первых дети пошли впервые в школу да а если еще переведут на онлайн обучение будет не очень прикольно потому что это отбивает всю охоту хотя с другой стороны вижу что захар выполняет некоторые домашние задания онлайн и для него вообще без разницы но социализация детей крайне важно и я всегда за то чтобы дети общались друг с дружкой но вот видите сейчас есть как есть честно говоря все уже как-то свыклись с той мыслью что во всем мире пандемия да и немножечко под расслабились все и мы в том числе и тут значит две недели тому назад я была на девичнике это был день рождения моей подруги и тогда еще можно было собираться группами даже большими группами еще свадьбы были разрешены то есть у нас накал страстей где-то последние недели две наверное вот и у нас было человек 15 наверное и спустя 10 дней моя подруга звонит и говорит оля я не хочу тебя пугать но трое из девчонок сидят на карантине потому что у них положительный результат анализов я такая отлично причем две девчонки сидели рядом со мной конечно это как-то так морально давит да и ты чувствуешь себя хуже ты присматриваешься там к себе более тщательно ощущаешь ароматы там вкусы и скажу вам честно что на прошлой неделе мне было как-то так не по себе но я даже не знаю это из-за того что я узнала что у кого-то там положительные результаты анализа или же просто как-то устала там поменялась погода еще что-то и я так думаю окей ладно значит нужно поберечь себя там лишний раз никуда не ходила ничего не делала такого не нагружала свой организм не знаю что будет дальше вот как скажут так и будем делать потому что сопротивляться тут нет смысла ввели маски ходишь в масках не хочется платить штраф и на всякий случай тоже кого-то заражать потому что у некоторых болезнь проходит без каких-либо симптомов и наверное должен выработаться какой-то стадный иммунитет тогда тогда ситуация изменится хотя кто его знает все переживают как она будет и скоро уже на самом деле новогодние праздники я понимаю что в этом году они также не будут такими как прежде мы всегда устраиваем святой вечер и приглашаем родителей томика там брата с ребенком не получается потому что брат с женой своей бывшей в разводе поэтому дочка всегда приезжает то есть двоюродная стра наших мальчишек приезжает на второй или третий день к нам моя мама скорее всего не прилетит потому что карантин для украинцев обязателен и она должна сидеть две недели здесь где-то где-то это у нас и нам тоже садится но не знаю стоит ли это празднование всего вот этого пока что мы не рассматриваем такие варианты к сожалению я настолько рада когда приезжают с моей стороны родственники это так красиво так душевно так по-семейному и у меня вы знаете тоже небольшая семья в принципе у нас тоже папа ушел пять лет тому назад поэтому мне вообще так хотелось чтобы в этом году приехала и мама и брат женой мы даже думали о том чтобы пригласить родителей жены моего брата чтобы нас там было знаете такое максимально семейное торжество тетя моя приезжала в прошлом году и также где-то месяц тому назад ушла из жизни бабушка томика очень жаль что в этом году ее не будет мы также с мальчишками регулярно ездили к ней это их прабабушка получается вот она была очень старенькая она в принципе чувствовала себя неважно и она вот говорила что скорее бы скорее бы уже в прошлом году мы ее буквально вы знаете посадили машину и говорим нет бабушка бабушка ты нам нужна приедет она всегда очень очень рада всегда так оля этим у нас были чудесные отношения с ней и в этом году у нас станет еще меньше по этой причине вот такая жизнь кто-то приходит кто-то уходит и на все наверное свое время блин решила сказать только о маске получилось на 13 минут но я как всегда ей жизнь такая ля 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 меня не остановить ну все я поехала беру с собой камеру встретимся с вами чуточку позже что у меня сегодня на губах а то я выкладываю влог вы потом спрашиваете я уже могу и не помнить потому что у меня ни один карандаш и ни одна помада и чтобы вы не остались без ответов вот карандаш у меня в оттенке 3 beauty bomb у них очень классная формула гелевая и красивейшие цвета обратите внимание они стоят недорого и при этом прямо такие знаете красивые как люксовые помады на губах ну и вообще приятная текстура все у них хорошо а помада от estee lauder я купила ее недавно у нас были скидки 20 процентов я зашла крутила и вертела и нашла очень красивый оттенок 401 это жидкая матовая помада она стойкая и цвет такой типа как mac mer и хочу вам напомнить что даже несмотря на то что с некоторыми брендами мы дружим иногда мне что-то присылают я все еще многое покупаю сама вот поэтому показываю вам свою покупочку вот такой дуэт у меня сегодня на губах а а а а у нас уже новый день я так сильно накрашена потому что я снимала видео и так же вечером мы с домиком отправляемся не то чтобы на мероприятие это такой дегустационный вечер в одном из мест которые мы любим находится она за краковом где-то в 15 минутах езды в деревне которая называется чернихов то есть это даже не городок но мы познакомились с такой семьей это пара не так же есть дети но в общем мы раз общались также мы их постоянные клиенты мы попросились и нас приняли туда они приглашают ограниченное количество людей и они устраивают такие дегустации где-то как минимум раз в сезон а возможно даже раз в месяц в зависимости от загруженности и их шеф-повар и хозяин готовить несколько маленьких блюд и ты можешь попробовать что-то такое интересное необычное хотите прикол это очень в стиле дома к я вам еще не говорила что в последних поездках домах потерял это уже не был мой документ там мы приехали и оказалось что томик немножечко ошибся дегустация будет через неделю в среду но только не в эту среду поэтому мы съедим что-то нетипичное шеф-повар на месте сказал что специально для нас что-то приготовят но мы заходим никого нет так дегустационный день что это не сегодня ничего проведем время вместе дегустационный день и и и и и и и и и это у нас выходной день的 где уборки и порядка и я принесла все носки это просто за то iency и Игнат хочет поделиться своей системой, как он сворачивает носочки в такие шарики, клубки. Для начала находим одинаковые носки. Теперь засовываем один во второй. Носок в носок. Мика! Мика, ковер мы не грызем. Это понятно? Игнат, а кто тебя так научил делать? Я не знаю, что мы любим такую кулецку. Могу. Да ты что? Сам? Слушайте, ну прикольно. И потом выворачиваешь второй носок. Получается такой шарик. По итогу вот что получилось. Это ты, да, все поскладывал. Это мы влог снимаем тут с мамой, разговариваем. Хорошо, мама уже поможет с остальным. Ну и так, слава богу. Ситуация, пустые баночки. Закончился у меня мой любимый крем. Я недавно выпускала видео о любимых кислотах, и там было масса вопросов на тему того, чем восстанавливать кожу после кислоты. Вообще, что-то классное на холодное время. Искали? Вот, есть несколько форм разных средств с церамидами от бренда Dr.Jart. И мне больше всего подходит именно крем. Немножко нашего сегодняшнего субботнего дурдома. Закончила тушиться капусточка практически. Если надо вам такие рецептики, то тоже могу делиться. Здесь у меня заразы. Ну, типа как котлетки, которые я поджарю, потом еще подпеку в духовке для того, чтобы они не слишком высыхали на сковородке. И тоже здесь просто свинина, ничего особенного. Обычные котлеты. Я готовила сегодня с утра тыквенный суп. Я делилась с вами рецептиком в недавнем блоге. У меня осталось немножко тыквы, поэтому я запекла ее. Ау! Горячо, горячо, горячо. Ну, короче, там находится тыква. И будут еще тыквенные оладьи. Но я думаю, завтра на завтрак и сделаю. В этот раз тыквенный суп у меня получился довольно острым. Решила немножечко сломать этот вкус. Взяла творожок альметто, он из йогурта, свежий базилик. Все это перемешаю и буду подавать с ложечкой вот этой массы и также с сухариками. Сама их только что посушила в духовке. Как раз она была нагретой. Обычная булочка. Вот, нарезанная. И я думаю, что так тоже будет очень вкусно. Я не думаю, я уверена. Горет телевизор. Томак убирается. Сегодня дети спали внизу. Они иногда просят смотреть вечером телевизор и здесь вырубаются. Сегодня также чуть-чуть по-другому запекаю картофель. Я люблю хорошо его помыть и нарезать кубиками или дольками в кожуре. И сегодня посыпала все сладкой паприкой, тимьяном и полила репейным маслом. Ну и соль уже потом в конце. Видишь, что картошечка уже готова. Ждем, когда все придут. Помимо всего прочего, я еще натерла вареную свеклу. Все это чуть-чуть, как бы подогрела в кастрюльке. Две столовых ложки святаны. Если свекла сладкая, то сахар не кладем дополнительно. У меня было именно так. Просто соль и перец. И тушим минутки две от силы. Это огурцы, если вдруг дети не захотят есть типа горячих салатов. Это интересная капуста с яблоком сырым. Капусту тушим отдельно и потом добавляем свежее яблочко. Очень интересно. Вкусненько. Ну все, уже Томок тут накрыл. Еще какие-то напитки приготовим. И можно садиться торопизничать. Расскажу вам, как я облажалась. Ну не только же делиться своими какими-то удачами, победами. Рассказывалась, какая я вся продуктивная. Правильно? В жизни же не только так бывает. Ну, это не оправдание для меня. Я просто расскажу, что я взяла из этой ситуации для себя. В общем, где-то месяц тому назад я сама купила марафон Лерчика. Это Лера Чекалина. Я уверена, что многие из вас подписаны на нее в инстаграме. Она, конечно, девочка-зажигалка. Я также с ней знакома лично. Мы с ней были год тому назад, ровно год. Мы были во Франции на съемках. И мы очень подружились. У нас было много тем для разговора. У нас разный темперамент. Мы с ней тоже разные в каком-то плане. Но, тем не менее, вот знаете, взахлеб. Общались, и она в жизни такая же. Часто интересуетесь. Вот. И она проводит марафоны красивого тела, где и тренировки, и также план питания, и очень много мотивационных каких-то там речей от нее. Она сама часто отправляет голосовые сообщения в чат, в инстаграме, общается с аудиторией, поддерживает. Также это не просто тренировки, которые она сама себе там придумала. Их составлял тренер, меню также диетолог составлял. И, между прочим, это очень вкусные рецепты. И, короче, я купила и ждала начала. Когда это все начиналось, было прекрасно, и там неделю я держалась молодцом. Я тренировалась, тренировки очень крутые, причем там есть как тренировки для начинающих и для продвинутых, для спортзала, для дома, там с тренажерами, без тренажеров. И все это вы выбираете, цена всегда одна и та же. И также там есть меню для двоих, для веганов или вегетарианцев. Ну, в общем, разделение есть разное. Кстати, также можно выбрать простой, самый базовый набор продуктов и более такой изощренный, наверное. Но там все равно типа авокадо есть, где-то рыбка, другая. Ну, в общем, главное желание. Почему я решила вообще проходить какие-то марафоны? Скажу как есть. Я долго не могла сама себя смотивировать на физическую активность, на занятия. Да, я сейчас много гуляю, слава богу, что мы взяли Мику и сейчас хочешь не хочешь, а выходишь погулять и мы как-то летом тоже всегда больше ходим, а сейчас там дождь, пока что снега не было и неизвестно будет ли он, но даже если фигачит сильный дождь, я все равно беру Мику, одеваю свой дождевик и вперед. Вот, и мне хотелось именно вот, чтобы были какие-то занятия, какие-то тренировки со своим телом, то есть без веса, потому что мне нельзя. Также некоторые упражнения я пропускала из-за того, что у меня грыжа. Да, мне нужно оперироваться, но пока что вообще непонятно, когда это произойдет, потому что я думала, что мама приедет мне помочь, потом коронавирус, вся эта ситуация, суматоха, и теперь новая волна, и лучше не соваться в больницу лишний раз, потому что мне не печет, у меня просто не сошлись мышцы до конца, но пока что каких-то там особых проблем у меня нет. Суть в том, что это нужно исправить, потому что есть ограничения и физической активности, в тренировках, также мне то нельзя поднимать, то пятое, десятое, и я не хочу вот дождаться сильного защемления, чтобы, знаете, как в жаре, потом тебе жижи к докторам. Я была на нескольких консультациях, и мне сказали, что лучше это сшить, и так как это все-таки будет шов через весь живот, гораздо больше, чем при кесаревом, поэтому мне хотелось бы, чтобы мне кто-то помог. Возможно, невозможно, сейчас-то невозможно, да, потому что не хочется, чтобы организм был слабый, и чтобы я, не дай бог, там что-то подцепила, поэтому я подожду. Но хотелось, вот знаете, получить такой пинок под зар, чтобы снова начать что-то делать. И да, у меня тоже такое бывает, когда мне тупо не хочется, вот не хочется. Мало того, я грешила где-то с питанием, где-то там себе больше позволяла, больше мучного, больше какие-то ужины там поздно, и мне вот просто хотелось направить себя саму на путь истинный, знаете, вот как-то поменять свои пищевые привычки. Вот это самое, наверное, правильное описание того, чего мне хотелось. И поэтому я купила марафон. Лера вообще не в курсе, что я приобрела его, кстати, когда она собирает новых марафонщиков, то там скидка 50%, в принципе, получается недорого. И также я видела очень хорошие результаты, классные отзывы, говорят, что у них самый классный марафон. Я покупала один во время карантина, вообще не зашло, вот вообще. А тут мне понравилось, я вообще смотрела, что там Лера готовит в Инстаграме и делала ее вафли. Мне понравилось, поэтому я решила приобрести марафон и посмотреть для мотивации. Смотрю, есть ли фокус, все хорошо. Короче говоря, первую неделю я держалась молодцом. Потом у меня было столько работы, что все тренировки у меня сдвинулись где-то к концу недели. То есть, ну, я понимаю, что мне очень сложно делать что-то по графику, но главное, что я начала. И порой начать что-то гораздо сложнее, чем выработать даже привычку. Вот просто, знаете, встать и начать что-то делать. И для меня марафон в этом плане был, ну, вот, такой, главной, наверное, мотивацией, да, чтобы стартануть. Потому что я не ставила себе каких-то нереальных целей добиться фигуры мечты, хотя девчонки добиваются, но меня не хватило. Говорю вам честно, что нет, тем более, что там такие блюда, которые вот моя семья есть не будет, и дети в том числе, поэтому мне сложно было себе отдельно что-то готовить, тем более сейчас вот так сложилось, что этот месяц как раз был сумасшедшим. Завтра мы с Томаком уезжаем в Варшаву, и послезавтра у нас так же дела, и получается, что и мой YouTube канал, еще в Instagram я не хочу пропадать, поэтому, знаете, мое хочу и могу не сошлись. Но, тем не менее, я выработала некоторые привычки. Раньше у меня там, знаете, вплоть до того, что поужинала поздно, утром просыпаюсь, мне есть не хочется, дальше у меня завтрак в обед, и вот так вот, знаете, как-то по кругу вообще непонятный график и питание, и поэтому перекусить что-то на ходу там тоже то получилось, то не получилось, на обед я могла съесть хлопья. Мне это не нравилось, я чувствовала по себе, что мой организм меня за это ненавидит, поэтому я купила марафон и подсмотрела много интересных рецептов, но, тем не менее, вот просто, знаете, настроилась на какое-то другое питание, на какие-то, как я сказала, другие пищевые привычки, у меня получилось, и это самое главное, чего я хотела лично для себя от этого марафона, но я уверена, что можно было бы и кубики получить, но в моем случае мне вообще нельзя делать упражнения на пресс, там, где задействован пресс, поэтому красивого пресса мне, к сожалению, не видать. Тем не менее, я вернулась к тренировкам, я чувствую себя лучше, я себя не насилую, и я вам говорила, что я себя не очень важно чувствовала, поэтому где-то там тоже пропустила какие-то тренировки, и не корю себя за это, потому что самое главное, что начать. Да, я тоже собиралась пойти в спортзал, но их у нас снова закрыли, поэтому не очень сложилось с этим, а я еще хотела купить беговую дорожку, и вот я думаю, куда-то подевать это кресло моё, блин, нелюбимое, потому что оно меня прямо аж раздражает, сама история покупки мне неприятная, оно каждый день мне напоминает об этом, и думаю, сюда поставить беговую дорожку, будет больше пользы, потому что сейчас у нас это просто, знаете, такая лежанка, на которую мы складываем все вещи, вот пришел, разделся, бабах, не прикольно получается, так что не знаю, возможно, купим эту беговую дорожку, потому что на улице бегать я не могу, во-первых, я боюсь, у нас здесь не везде освещение есть, во-вторых, ну как-то мрачновато, я вообще не люблю темноту, если это не где-то там, знаете, в людном месте, я не люблю бегать, а вдруг там, не знаю, ну ничего такого у нас на районе не происходит, но тем не менее, мне некомфортно, я тоже без музыки, если бегу, то я обшугаюсь всего, а если с музыкой, то мне еще страшнее, ну, в общем, ездить куда-то бегать это тоже не вариант, я уже пробовала, не работает, не работает, как говорит мой Томак, да, на этом я потихонечку буду заканчивать, еще вечером покажу вам, как Захарка делает домашние задания, потому что это вообще кардинально отличается от того, что было в моей юности, в моем детстве, не знаю, не знаю, хорошо это или плохо, но раньше просто было по-другому. У нас пока что достаточно тепло, но совсем скоро, через несколько недель, нужно будет укутывать розы, вообще готовить сад к осенне-зимнему сезону, к настоящему осеннему, холодному, вот, кстати, наверное, мы к весне будем менять вот эту мебель из Икеи, Томак ее испортил, и реанимировать ее крайне сложно, и также мы будем прятать пальмочки, здесь вот Микины игрушки лежат, теперь не только детские, но еще и собачьи, пальмы, олеандры, все это мы тоже прячем в гараж, а еще, гляньте на наше дерево, как оно разрастается, каждый год весной мы вызываем садовников, четверо здоровых мужчин приезжают и срезают, это все, у меня не хватило бы сил, а у Томака времени, поэтому мы нанимаем людей, в общем, они прилично так посрезали ветки, и гляньте со стороны, кажется, что ствол у дерева очень-очень маленький, такой низенький, но на самом деле это дерево посадили еще до того, как строили эти дома, а потом нужно было приподнять поверхность, на которой строится дом, для фундамента, для всего, поэтому здесь много насыпали, вот если позаглядывать туда, там камни, и видно, что идет склон, то есть у нас там несколько метров нежилой территории, так сказать, и дерево кажется ниже, чем оно есть на самом деле, сейчас я заметила, что у нас очень-очень много, где растут гортензии, даже в городе, в каких-то общественных местах, и также мисканты, это травы, я не знаю, сколько они стоят у вас, но здесь они не то, чтобы супер дорогие, и они также садятся на несколько лет, то есть мы их под ноль срезаем весной, помните, такие вот торчали палки, и они растут, и также перед поездкой на море, я вам говорила, что вернемся, они зацветут, и приблизительно так оно и получилось, и так это уютно выглядит, когда ветерок дует, и они так колышутся, и вообще уютно по-осеннему смотрятся, и вот когда они начинают цвести, то значит, что скоро наступит осень, жалко, конечно, что в этом году мы особо не гриллили, потому что погоды не было, и помните, тоже наши гортензии раньше были белыми-белыми, а сейчас они вот дозрели, сейчас было засыхать, они тоже довольно долго еще постоят, такого насыщенного бордово-розового цвета, и у нас с газоном, ну помимо того, что Мика тут немножечко его это самое, у нас еще начали появляться вот такие пятна, на которых трава растет гуще, непонятно, но мы ничего не досеивали, как бы мы не пытались приучить нашу Мику, чтобы она писала в другом месте, но она выбрала себе этот уголок, и даже кинолог давала нам совет, короче, чего мы только не пробовали, она вот придумала, что если уж выходит, то здесь свои дела делает, и выжигает вот такие пятна, поэтому мы стараемся все же выводить ее на улицу, а против этого я купила одну штуку, сейчас покажу. Я слышала, что собакам дают энзимы, чтобы не было таких проблем, мы пока что не пробовали, я нашла с хорошим составом на iHerb, не дешевая вещь, но если это будет работать, и не в ущерб здоровью собаке, то я думаю, что имеет смысл попробовать. Я сама иногда принимаю энзимы, и мы пока что не пробовали, но если вдруг это спасет наш газон, то я потом обязательно вам расскажу, сработало или нет. Ну, видите, вот здесь явно такая же проблема, как у нас, и также там рассчитывается количество, сколько нужно давать вашему питомцу, еще раз повторю, здесь нет ничего, что может навредить здоровью собаке, и мы спросили у ветеринара, она говорит, да, есть такая практика, но главное читать, что там внутри, просто даешь такие жевательные штучки, и, ну, надеемся на то, что сможем потом выгуливать нашу собачку в холодное время года здесь, просто ее выпускать на газон, чтобы всем было удобно, ну, и чтобы тоже трава не страдала. Супер! Молодчинка! Какая там неделя учебы, у них уже таблица умножения, это нормально? Это первый класс. Четыре раза пьяньте. Ну, как? Четыре раза пьяньте, четыре пьяньте. Ну, и сколько это? Четыре раза пьяньте, то два десяти. Молодчинка! Мне кажется, что это у нас было попозже. Вот интересно, у них нет учебников, Захар каждый день приносит тетрадку, и сюда учитель приклеивает им задания. Нет, я себе сам приклеил. А сам? Ага. Выдают тебе, да, и приклеиваешь. Странная вастенькая система, конечно, но вот так вот в школе. я-то думаю, что учительница так криво приклеивает. А это, оказывается, Захар тут старается каждый день. А это Захарка делал с папой. Такие дела. Такие дела. О, как же я люблю вечера. В тот вечер я как раз пекла свой кекс. Это банановый кекс с шоколадом. Один из любимых рецептов. Ну и конечно же мы проводили время вместе. Самые активные, как видите, это Игнат и Мика. Хотя по поводу Мики можно, конечно, поспорить. Она могла бы выиграть награду собачью за спокойствие. Потому что она сама по себе супер-супер такая нежная. Она любит ласку. Она любит внимание. Но для нее главное быть рядом. Это не та собака, которая будет бегать за мячиком. Она больше будет нежиться рядом со мной. Будет ходить по пятам. Но Игнат как энерджайзер носится обычно по вечерам. Вот реально каждый вечер это так и выглядит. Уже все хотят спокойствия. А у Игната в самые разгары. Попробую его уложить спать. Тут он еще схватил рюкзак. Захарчика играл в школу. Короче, два часа у нас было разных игр. В то время, как Томак смотрел телевизор, а Захар пользовался моментом и играл на планшете. Еще большая стирка на ночь глядя. Сухое снять. Мокрое повесить. Черное, белое. Ура, ура! Еще одна вечерняя обязанность это отпаривание пола. Все мальчики и девочки носят вот такие белые полы без логотипа под форму. Поэтому сейчас этим займусь. И на сегодня я уже был с окон. Мокрое повесить. Папа не приемлет какие-то лежанки. Одну она растерзала. Довольно прочную. Но ей очень-очень нравился ковер в моей комнате. И я решила, что пожертвую для нее в своей коврике. Она здесь спит. Голову держит на бетоне. И это не мешает. Спокойной ночи, малыши. И она здесь спит целую ночь. Не ходит. Ничего не ищет. Кайфует. Спасибо, что вы провели этот влог со мной. Не забывайте поставить пальчик вверх. Я всегда искренне благодарна вам за вашу поддержку. На этом будем прощаться. Я иду мыться и отдыхаю. Завтра тоже сложный день. Очень-очень насыщенный. Не знаю, буду снимать влог или нет. Но в любом случае, увидимся позже. Пока-пока.